Банжи анонсировали дату, в которую начнется новый сезон. Сезон скитальца 5 марта. А значит нас ждут новые квесты, новый шмот, задания, режимы и конечно же новые пушки. Но прежде чем мы начнем фантазировать на тему того, за какое снаряжение нам предстоит бороться весной, давайте оглянемся назад и вспомним, какие пушки были самыми крутыми в уходящем сезоне. Приветствую тебя на канале Трипл Вайп Страж, меня зовут Джон Лейни, устраивайся поудобнее. О чем пойдет речь? О хороших пушках, которые стоило выбивать в сезоне кузницы, о пушках, которые стоит выбивать даже сейчас. Не то чтобы вы были ограничены во времени, но поверьте, со стартом нового сезона вам будет не до кузни. Я назову несколько стволов, какие-то из них для пвп, какие-то для пве. Дам краткие рекомендации по перкам, поделюсь своими впечатлениями и в двух словах объясню, чем хорош тот или иной ствол. Начнем с импульсной винтовки Домна. Получить ее можно за выполнение заданий на корпуса в кузницах. Архетип винтовки 450, то есть она делает 450 выстрелов в минуту, очередями по 4 патрона, берстами. Главное, что эту пульсу можно ролить, то есть вы можете до посинения забирать корпуса на винтовку у Ады, фармить кузницу и вытаскивать с нее Домну столько раз, сколько вам понадобится, чтобы получить ее с оптимальными перками. Какими? Смотрите на показатели дальности стрельбы, ищите прицелы с хорошей кратностью, ищите абсолют на дальность и перки, которые также эту самую дальность выкрутят. Мне еще заходит перк «Киллерский магазин», он пользуется большой популярностью именно в ПВП. Однако у меня есть Домна без этого перка, но с максимальной дальностью стрельбы и ее я использую чаще. Играть с этой пульсой ты можешь хоть в ПВЕ, хоть в ПВП, она отличная и там, и там, просто маст хэв. Так, далеко из кузни не уходим, у нас тут еще несколько пушек интересных. Продолжим список снайперской винтовкой «Взгляд татары». Винтовка во второй слот. Винтовка с архетипом 72, а значит с хорошим уроном. Это позволит вкусно сочетать ее с последним словом, например, играя в ПВП. Отвесили бодишот, добили пулькой с револьвера. Снайпа быстрая, и я бы рекомендовал ее вариант с перком «Быстрый прицел». Однако, из минусов я могу назвать зум этой винтовки. Я вообще думал включать ее в этот список или нет. Я видел множество игроков с ней в ПВП, но сам я так к ней и не привык. Огромный квадратный прицел с конским зумом лично мне мешает играть в ПВП так, как я привык. Да и вам советую снайпы с низким показателем зума. Однако, ее же опять проще наролить. Если вы упертый и решите получить татару с норм перками, то ищите набор с киллерским магазином и в идеале быстрым прицелом. При активном киллерском бафе можно ваншотать стражей в пятку. Да и вообще, она довольно универсальная, как и домная. Подойдет в ПВЕ из-за своего высокого урона. Еще одну пушку с кузни? Да, но сначала давайте разбавим этот список рейдовым дробовиком уровень угрозы. Дробаш падает в истребители прошлого, рейдя на ЕМЗ. Почему он тебе так нужен? Потому что это дробовик того же архетипа, что и имбовый ПВЕ монстр и кел. На нем даже перк траншейный выстрел можно получить. А главное, он в кинетический слот. То есть, если обобщать, мы можем называть его икелом в первый слот. Нужен он тебе в первую очередь именно поэтому. В ПВЕ икел наверняка тебя задолбал, да и сочетать дробаш с другими хорошими пушками во второй слот приятно. С той же знойной орхидеей, о которой мы поговорим дальше. Конечно, какое-то время выбивание этого дробовика займет. Нужна команда на рейд, регулярные походы, чтобы получить именно нужный дробовик с перком, траншейный выстрел. А не у всех это всегда получается. Потому в этом моменте, как нельзя кстати, можно упомянуть спонсора сегодняшнего видео. Если у тебя нет времени на фарм, если надоело мучиться с ПВП этапами квестов, если команды на рейд нет, а снаряжение ой как хочется, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Заветный лунный вой, желанный экзот, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. Конечно же, по промокоду Трипл Вайп ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Проходи по ссылке в описании ролика и успевай завершить квесты до начала нового сезона. Тем более, что до конца февраля на услуги действует специальное предложение. И двигаемся дальше. Пожалуй, одной из главных пушек, которую ты должен успеть получить, является автомат Шейлом. Да, автоматы не мета, но мы сейчас не о ПВП. Шейлом отлично проявляет себя именно в ПВЕ, в базовых активностях. Закрыть ресет, пройти налеты, Шейлом придется, кстати, в большинстве случаев. Мне он дико заходит при закрытии кузнец, там много мобов, так что зажимай-убивай работает отлично. Подробнее про достоинства этого автомата ты можешь посмотреть вот в этом ролике по всплывающей ссылке. И да, я говорю, успей получить, но стоит ответить на вопрос, который я уж слишком часто вижу у себя в комментариях и на стримах. Пропадут ли задания на пушки этого сезона с началом нового? Конечно нет. Нет, не пропадут. Пушки из кузни можно будет продолжать выбивать. Аду никто из города не собирается выгонять. Пусть только попробуют. Ага. Квест на револьвер последнее слово тоже никто не отнимет, как и собственно экзоты с кузнецы. Даже карточки с заданиями на сезонные пушки останутся, но при условии, если вы уже взяли эти билеты, начали выполнять задания на них, и они просто лежат у вас в инвентаре. Есть квест на лунный вой, Шейлом, Каверзный вопрос, Горную вершину, они никуда из твоего инвентаря не денутся. Лишь обнулится текущий этап квеста. Я говорю, что это нужно успеть выбить, потому что с новым сезоном нам по-любому завезут еще кучу пушек, которые мы будем гриндить, а значит уж точно на старый арсенал забьем. Потому лучше сейчас разобраться с этим и ждать обновления в полной боеготовности. Не могу не рассказать о револьвере Дикая Орхидея. Он также выбивается с кузни, и его также стоит искать с оптимальными перками. Лично я старался выбивать Буйство и Киллерский магазин. Могу путать, но это вроде как единственный револьвер, на котором эти два перка могут выпасть одновременно. Благодаря такому сочетанию у вас появится возможность убивать противников ПВП за два выстрела. Это или не круто? Оговорюсь, что если вы играете на консоли, то он будет проигрывать на средней дистанции лунному вою, но выигрывать на дальней. За ПК баланс говорить не буду, но знаю, что эта пушка вроде как популярна и там. Мне лично чаще приходится играть с ним в ПВЕ. Пустотный урон, ролл с буйством и в окружении выручает в налетах или в нескольких этапах рейда. Ну а про последнее слово говорить особо не буду. Сами понимаете, экзот нужный, один из лучших револьверов для ПВП на данный момент. Квест не особо сложный, но этап с ПВП у многих трудности все же вызвал. Так что постарайтесь получить этот экзот до 5 марта, ведь в сезоне скитальца нас ждет еще один экзотический револьвер. Кто знает, может квест на его получение отнимет уйму времени. Кстати, ты подписан на канал? Подпишись, не пропусти следующее видео, поставь лайк под этим роликом, а я пока прощаюсь. Спасибо, что досмотрел, заряжаю тебя на выпадение лучшего ролла во всех названных пушках. До связи!